День с толком Парламента Пока театры настраиваются на потерю прибыли из-за QR-кодов, маркетологи наращивают выручку. Как добиться роста доходов во время чумы? Раны на коже и боль в суставах. Правда ли, что ковид провоцирует развитие псориаза? Раны на коже и боль в суставах. Это гостиницы, кафе, кинотеатры, санатории и не только. Моя коллега Ирина Корчагина побывала сегодня в Молодежном театре Алтая. Там уже готовы к новой системе входа. Здравствуйте. Добрый вечер. Пошли в господи. Это та реальность, которую нужно принять. С 15 ноября попасть в Молодежный театр Алтая и в любой другой можно будет только при наличии QR-кода в электронном или бумажном формате. На входе также вас попросят предъявить документ. Это может быть только паспорт или водительское удостоверение. Детям до 18 лет QR-код не нужен, а вот всем остальным, у кого его нет, придется поломать голову. Это может быть QR-код о перенесенном ранее ковиде, не ранее, чем 6 месяцев назад. Либо это может быть QR-код об отрицательном ПЦР-тесте. Такой QR-код действует 72 часа. Если у вас есть медицинский отвод от вакцинации, то вместе с этим документом нам нужно будет предъявить как паспорт, так и отрицательный ПЦР-тест. Уже в ноябре на входе в театр будут стоять три сотрудника. Билетный контролер, человек, измеряющий температуру и теперь еще контролер QR-кода. В молодежном театре Алтая надеются, что им удастся избежать очередей. Тем более сейчас любой зал может быть заполнен только на 50%. Человек пока не показал QR-код, он не может сюда зайти. Получается, сейчас будет холодно, уже на ябре-декабре люди будут стоять на улице? Перед входом в фойе и перед входом в кассовый зал у нас есть помещение небольшое. Там уже не холодно, так скажем. Первый спектакль, который пройдет в молодежном театре Алтая после нововведений – «Гамлет» 17 ноября. Получается, он пройдет, как сейчас модно говорить, в ковид-фризоне. Свободных мест осталось совсем немного. Кстати, некоторые зрители уже хотят вернуть ранее купленные билеты из-за системы QR-кодов. Но, как нам сказали в театре, это единичные случаи. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Экология, слабая иммунная система, простудные заболевания. А теперь ковид провоцирует развитие псориаза. Инфекционного заболевания, которое поражает в основном кожу. Почему важно своевременно обращаться к дерматологу и как добиться устойчивой ремиссии, мы выясняли накануне Всемирного дня борьбы с этим аутоиммунным недугом. Что такое псориаз, Олеся впервые узнала в подростковом возрасте. Сейчас женщине 39. Причем никто из близких родственников заболеванием не страдал. Вопреки распространенному мнению, что болезнь передается по наследству. Проблемы начались с кожи головы. Постепенно псориаз захватил все тело. Кожа стянута, это лопается все, кровит, чешется. То есть, ну, очень тяжело это все протекает, особенно в период обострения. В период обострения раньше был весна-осень. Сейчас непонятно. Сейчас, мне кажется, это, наверное, круглогодично. Специалисты отмечают, в крае начали чаще выявлять детский псориаз. Да и взрослых меньше не становится. Усугубил ситуацию коронавирус. У нас в стационаре лежали такие пациенты, у которых вообще клиника псориаза полностью меняется. Были такие пациенты, у которых впервые псориаз возник. Но это не говорит о том, что у них псориаза не было, а вот тут ковид наступил, он раз по щелчку и возник. Нет. Ковид, как любое вирусное заболевание, является раздражительным фактором, который просто вызвал обострение. Если бы не сейчас, то у этих пациентов обострился бы, например, в 70 лет, в 80. В тяжелых случаях без госпитализации не обойтись. В кожно-венерологическом диспансере таких больных сейчас лечат не только традиционно, с помощью мази, таблеток, уколов и УВО-установки, правильного солярия для пациентов. Если вдруг мы не видим улучшения на каком-то из этапов терапии, мы уже можем перейти на крайнюю, на сегодняшний день в нашем мире ступень лечения – это генно-инженерные биологические препараты. В персонале нашего диспансера есть все блокаторы интерлекинов, которые на сегодняшний день есть и зарегистрированы в Российской Федерации. Эта помощь доступна всем тем, кто в ней действительно нуждается. Псориаз чреват развитием артрозов и дальнейшей инвалидизации. Наша героиня Олеся как раз переживает, что начали болеть суставы. Это при том, что ее в диспансере пролечивают два раза в год. К слову, излечить псориаз полностью невозможно. Но длительная ремиссия вплоть до 10 лет и комфортная жизнь вполне реальны. Нужно соблюдать рекомендации врача, избегать простудных заболеваний и стрессов. А тем, кто только заметил пятна на коже или боли в суставах, не игнорировать эти симптомы, а обратиться к дерматологу. Дерматолог уже будет консультировать, смотреть, нужна терапия, не нужна терапия, как пациенту себя в дальнейшем вести. Нужны какие-то витамины, мазевые препараты, либо этому пациенту пока ничего не нужно. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А вот наш следующий сюжет о специалистах, которые стали крайне востребованы в пандемию. И это несмотря на то, что по исследованиям журнала Forbes их профессия считается одной из самых ненавистных. О современных маркетологах и трендах в индустрии продвижения товаров расскажет София Яценко. Благодаря им, маркетологам, мы покупаем даже воздух. Довольно молодая профессия, главный принцип которой «продай любой ценой» неожиданно в пандемию стала переживать второе дыхание. Маркетологи стали невероятно востребованными, но не все, а те, что смогли перестроиться и, не сбавляя оборотов, работать на удаленке. Вот и Елена Соклакова подумала, раз мир все больше становится виртуальным, пора и ей вести продажи не только оффлайн, но и онлайн. Продавала рекламу на радио. Ну и точно так же, знаете, когда что такое радио, тоже говорили, мы продаете воздух. Да, сейчас на самом деле благодаря радио и благодаря телевидению такие вот хорошие охваты можно получить на сайте. То есть из сайта уже, соответственно, люди производят покупки. Вместе с новыми направлениями в маркетинге появляются и новые технологии. Если раньше рекламу приходилось смотреть скорее от безысходности, то сегодня она все больше основывается на предпочтениях потребителей. О том, что вас интересует, маркетологи узнают не только в соцсетях, но и там, где совсем не ожидаешь. Уже во многих магазинах, на многих отделах есть такие устройства, которые через мак-адреса считывают и фиксируют твой визит, а некоторые идут дальше и даже фиксируют, что именно, какой именно телевизор ты выбирал, какой марки, какой стоимости. И потом тебя догоняет там контекстная реклама или таргетированная реклама с предложением купить эту модель телевизора, именно эту, со скидкой. Границы между виртуальным и реальным миром стираются, а интернет-технологии развиваются так быстро, что диву даешься. Искусственный интеллект отслеживает все наши действия, где бы мы ни находились – на работе, в магазине, даже дома. Переписываешься с кем-то в месседжер, например, выбираешь снова телевизор, или кто-то сказал о том, что он хочет выбрать телевизор. И ты такой смотришь, открываешь свою почту, и тебя уже догоняет рекламное предложение, там много разных – купить телевизор. И ты такой, блин, как? Маркетологи используют все больше уловок для продвижения продуктов. Пандемию-то стало как никогда актуально. Потребность в рекламе резко возросла. Если случилась вот эта остановка бизнеса, то, конечно, вот именно в регионах, мне кажется, это ударило по компаниям очень сильно. И когда все говорили о том, что как прекрасно, что мы отдыхаем, я в маркетинге этого сказать не могла, потому что на тот момент мы были сверх загружены работой, были очень большие срочные потребности у компаний. И если раньше задачи клиента-специалисты решали благодаря определенному каналу – телевизор, радио или объявления в журнале, то сейчас для успеха важно задействовать как можно больше площадок. Если ты есть только в одном, там, не знаю, на маркетплейсах, условно говоря, да, или в двух каких-то каналах, это максимально повышает твои риски. Потому что это как держать все яйца в одной корзине, да. Упал канал, и все, и ты остался без яиц. Маркетологи прогнозируют, со временем реклама выйдет еще на более продвинутый уровень, а потребности клиентов будут только расти. Тем более, что уже с 30 октября многие снова вернутся в удаленный формат работы. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. А теперь к другим темам. Работы по реконструкции моста на новом рынке в Барнауле начнутся уже предстоящей весной. Об этом сообщает официальный сайт города. Накануне в мэрии прошло заседание, где специалисты, целых 25 человек, обсудили подготовку к реконструкции. Согласно проекту, мост планируют снести полностью и построить новый. Дорожники говорят, что сохранят обособленные трамвайные пути, сделают тротуары и необходимые коммуникации. Проспект Ленина в районе нового рынка перекроют до конца 2023 года. Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский призвал всех специалистов к активному взаимодействию в реализации проекта, так как дорожная артерия является одной из ключевых в городе и завершить работы необходимо в установленные сроки. Отбросим амбиции и робость. Одна из фракций Краевого парламента предложила сегодня не принимать проект бюджета региона, а обратиться к федеральному центру и попросить у него больше денег. Но такую идею поддержали не все. Главный финансовый документ региона прошел первое чтение. Законотворцы утвердили три позиции – доход, расход, дефицит. Почему их обсуждение вызвало большой резонанс, знает Анастасия Дороган. Согласиться на предлагаемый бюджет – это значит согласиться на дальнейшее наше медленное увядание. Проект бюджета удовлетворил не всех. Посчитали, что денег мало. Доходы – 134 миллиарда, расходов на 7 миллиардов больше. Да, дефицит. Однако собственные доходы региональной казны по сравнению с текущим годом вырастут сразу на 14%. В бюджетном комитете, говорят, экономика оживилась. Но из-за пандемии вновь стоит ожидать перераспределения статей. При этом общие тенденции экспертов радуют. Повышение заработной платы по указным категориям работников – это 76 тысяч работников. Это приличная цифра. И второе, вот то, что мы сейчас уже видим из федерального бюджета – это инфраструктурные кредиты. А это ведь и новые рабочие места, и состояние производства. Значит, это поступление потом в краевой бюджет с точки зрения налогов. Бросив где-то амбиции, а где-то отбросив, скажем, робость перед московским руководством, давайте, может быть, выходить на федеральный уровень с инициативами о реформировании бюджетной системы, о выравнивании обеспеченности регионов. Можно, конечно, сегодня не принять бюджет и сказать федеральному центру, что в Алтайском крае бюджет не принят. Вот дадите нам больше денег, мы будем тогда принимать тот бюджет, который нам необходим. А какой нам бюджет необходим? Надо же вот над этим вопросом тщательно работать и рассматривать. Но грех сегодня винить исполнительную власть, в том числе правительство, особенно губернатора Алтайского края, который обеспечил, в том числе, увеличение огромного роста федеральных средств. Бюджет вновь социальный. Плюс ко второму чтению учтут замечания. Например, индексацию мер с поддержкой ветеранов труда, тружеников тыла, маткапитала, детских пособий. Еще один денежный вопрос – курортный сбор. Теперь туристы будут платить не 30, а 50 рублей. Цены на проживание в Белокуре достаточно высокие. И этот сбор, он практически не виден в общей массе тех расходов, которые турист несет. И для кого это сегодня, в общем-то, никакая там дополнительная нагрузка. А для города, региона, конечно, это, безусловно, благо. Еще одно новшество – определен размер штрафа за продажу несовершеннолетним газовых баллончиков и энергетиков. 500 рублей продавцам и до 15 тысяч юрлицам. Здесь депутаты были почти единогласны. В отличие от вопроса по ограничению пассивного избирательного права тех, кого признали причастным к терроризму или экстремизму. По поводу того, что люди, которые рядом с митингом стоят, будут привлекаться к ответственности. Слушайте, ну, уже сложилась судебная практика. Несколько человек были ограничены в этом пассивном избирательном праве. И поверьте, это ни один из них не был таким человеком, который просто стоял рядом. Завтра эта статья будет поменяться к КПРФ абсолютно однозначно. Чисто политическая статья, где под экстремизм могут приписать любое деяние, любое. Однако большинством голосов вслед за федеральной повесткой закон приняли. Он ограничит возможность экстремистов баллотироваться на несколько лет. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Общественная палата Барнаула единогласно поддержала изменение тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, ранее планировалось, что проезд подорожает с 1 ноября. Однако потом власти отложили увеличение платы на неопределенный срок. Сегодня же вопрос пересмотра цен обсудили на заседании Общественной палаты города. В защиту перевозчиков было сказано, что с момента изменения тарифов в январе 2019 года значительно выросла стоимость топлива, запасных частей, электроэнергии и других расходов. Якобы дальнейшая отсрочка повышения тарифов может привести к расторжению контрактов на перевозку, а финансовой поддержки только со стороны мэрии недостаточно. Планируется, что по единому проездному и электронному кошельку стоимость увеличится на 3 рубля. Максимальное увеличение на 5 рублей будет только на разовые поездки за наличный расчет и по банковским картам. На заседании подчеркнули, эти тарифы помогут повысить заработную плату работникам, погасить долги за топливо и электричество, при этом не позволят обновить подвижной состав. В итоге решение об увеличении тарифа единогласно поддержали все члены Общественной палаты Барнаула. Но последнее слово все-таки будет за мэром города. Спасатели МЧС из Залесовского района вытащили из огня многодетную семью. Такой случай для осени не редкость, ведь в сырую погоду чаще всего и происходят замыкания в электропроводке. Но виновны бывают и люди. Что именно произошло в Залесово, узнавала Анастасия Наборщикова. Не секунды, а миллисекунды, когда речь идет о детях. Спасатели Залесовского района вытащили детей из горящего дома. В дыму мужчинам удалось найти три бездыханных тела. Огромное спасибо тем, кто их вытащил. Мама и хозяйка жилища теперь нет. Мария Кокорина рассказывает, как беседка вспыхнула, будто солома. На месте ЧП пожарные оказались спустя три минуты. К этому времени уже полыхала крыша дома, а беседка догорала. Видимости вообще никакой было. Первую попавшуюся маленькую девчонку нашли, вытащили. Ивану передали. Ивану уже родителям. То есть они родители здесь были, с первым ребенком, который они успели вытащить. Потом, получается, второго достали. И самую взрослого уже, подростка, последнюю достали мы. На этот пожар сотрудники ехали с другого пожара. Статистика нынешнего года в Залесовском районе говорит почти о сотне ЧП. Осень обязательно добьет эту цифру, увеличив в разы. Сейчас, как и всегда, спасатели напоминают, что стоит проверить электрику на исправность. Ночью, когда Кокорины замкнули глаза, беседки замкнуло проводку. Лишь чудом никто не погиб. Анастасия Наборщикова. День с толком. У алтайских вожатых появилась возможность бесплатно пройти обучение для работы в детских лагерях. Барнаульский педагогический университет на эти цели выиграл федеральный грант в 220 тысяч рублей. Он направлен на поддержку и развитие студотрядов. В течение трех месяцев слушателей курса ждет теория. Это азы педагогики и психологии детей. На практике будущие вожатые смогут освоить игры и задания, которые пригодятся им в детском лагере. Важно отметить, что и раньше в педагогическом такие курсы были, но студенты слушали их ежегодно и к тому же платно. Свидетельство о профобучении, оно дается как диплом на все время, на всю жизнь уже. В качестве слушателей у нас будут, конечно, преимущественно это студенты педагогических отрядов, но и все желающие студенты любых учебных заведений, которым есть 14 лет. Я уже, получается, пять лет работаю вожатой. И вот все те тренинги, занятия, обучения, которые есть, это действительно база, без которой, к сожалению, очень сложно. К слову, обучение будет бесплатным в этом году только для 40 ребят, которые успешно прошли отборочный конкурс. Занятия начнутся уже 1 ноября, правда, пока в дистанционном формате. 12 тысяч мальков сазана выпустили в притоку Аби. Их теологи говорят, это необходимые меры для поддержания популяции рыбы. Некоторые же рыболовы утверждают, что место, выбранное для выпуска мальков, не совсем удачно и может привести к их массовой гибели. Наши корреспонденты попытались разобраться в ситуации. Из рыбопитомников большое плавание. 12 тысяч мальков сазана начали обживаться на этой неделе в притоке Аби. Акцию по зарыблению организовал при участии их теологов крупный в городе гипермаркет. Цель искусственно пополнить популяцию особей. Сазан у цены в пищевом отношении промыслового вид рыбы. То есть сазан это у нас вселенец в опе. Сейчас у нового уже его увеличились где-то примерно до 60 тонн. А раньше вообще в обе не было. Но вот некоторые рыбаки уверены, место для выпуска мальков выбрано неудачно. Водоем практически отрезан от основного русла реки. А это значит, что рыба останется здесь зимовать. И ее продолжат активно вылавливать. В начале октября здесь уже выпускали мальков. Но недобросовестные рыбаки вылавливали малышей. Сейчас если вы посмотрите сзади вас, там сколько-то около 15 рыбаков сидит. То есть сейчас вот мелочь. Ловится, ловят. Может быть по теплой воде они еще успели по теплой погоде кого-то поймать. Сейчас я сомневаюсь, что здесь будет активная рыбалка. Погода уже изменилась. Акарп рыбы теплолюбивая. Ну даже если какую-то часть поймают, ну поверьте, это будет настолько мизерное. К слову, вот такой малек сазана, если ему позволят, достигнет 15-20 килограммов. Кстати, рыболовы, их теологи говорят, что хорошо бы запустить воп стерлядь. Но это слишком дорого. Если малек сазана стоит 5 рублей, то ценная стерлядь все 25. Валентина Аскирова, Вадим Быстревский, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Evalar. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok